Лидеры, дорогие консультанты, я хочу дать вам разъяснение по указу, который вышел от 6 октября 2022 года, это указ 669, он касается предпринимателей и юридических лиц, организаций, которые занимаются реализацией продукции, которая привозится из-за границы на территории Беларуси. Указ состоит в том, что заморозить цены, которые были на 5 октября. Как это касается Фаберлик? Никакой проблемы совершенно нет, потому что единственный момент это то, что мы будем работать какое-то время по одному и тому же каталогу. Возможно будут внутренние акции, которых будет нам объявлять Фаберлик, потому что Фаберлик это очень крупная компания и отдел маркетинга и отдел ценообразования очень сильный. Там работают высококлассные специалисты и я вам скажу, что продумать стратегию по скидкам это дело не одного часа, не одного дня, а это делается заранее, потому что нужно учитывать и оборот на складе, и нужно учитывать прогноз производства, и нужно учитывать количество консультантов. Ну то есть на скидку играет очень-очень много факторов. И не просто так они в каталоге размещались в бухте-барахте. То есть это работает целая большущая, огроменная команда. А вы знаете, что Фаберлик у нас около 50 стран и, соответственно, команда тут профессионалов очевидна, что это есть. И хоть нам и придется работать по одному каталогу, 16 каталог, он снимается с продажи, мы его не сможем покупать, он и действовать не будет. Но 15-й он будет действовать. Конечно же, для чего делались вот все эти скидки? Для того, чтобы смотивировать покупателя, для того, чтобы покупатель покупал с учетом тающей скидки. Допустим, в одном каталоге у нас товар стоит какой-то 10 рублей, а в следующем каталоге он будет стоить 15. И, соответственно, более низкая цена человека мотивирует к покупке. Но, как нам объяснили, что сейчас компания будет продумывать новую стратегию, какие-то внутренние будут акции. И я думаю, что ситуация выровняется. Ситуация выровняется. Не нужно за это переживать. Следующий момент. Почему-то такой вопрос, что товара не будет. Ну, с какого перепуга товара не будет? Все будет, ведь цены зафиксировались на 5 октября. И весь ассортимент и перечень товара, который был у нас на 5 октября, он будет. Единственное, что у нас новинок каких-то не будет. По причине того, что их чисто технически будет тяжело ввести из-за этого закона. Потому что непонятно, какую цену поставить. Ведь цены должны быть заморожены. А новинок, товара на 5 октября, их не было у нас на складе. А цена должна быть заморожена. А как заморозить цену на товар, который на наш склад еще не приехал? Как эта ситуация отразится на консультантах Фоберлик? Очень хорошо, я вам скажу, она отразится. Потому что вот такие моменты, в кризисные, наоборот, если крепкая компания, она очень сильно фиксируется на рынке. И сейчас наша задача не впадать в панику какую-то. Боже, что делать? Ничего не делать, продолжать работать, все хорошо, у нас все хорошо. За нами большая компания, вы не одни, у нас большие команды. И мы все активно продолжаем работать. Потому что людям как нужно было шампунь, так и нужен. Как нужно мыло, так и нужно. Как нужен лак для волос, так и нужно. То есть, люди все равно это будут покупать. Тем более, что возьмите большую компанию Фоберлик и возьмите предпринимателя обычного. Конечно же, резервов у компании Фоберлик намного больше, чем у обычного предпринимателя. Я в бизнес-школе учусь, уже пошел второй год. И есть люди, которые работали в торговле тоже. Они открывали свои магазины, инсташопы. Что они еще открывали? Вот через сайт торговали. Сейчас они переквалифицировались и они ушли в услуги. То есть, они сейчас оказывают услуги, потому что вот эти новые законы, какие есть. То, что таргет некорректно работает, на российскую сторону вообще не работает. Многие рычаги, их воздействие на покупателя, они ушли, их никак нельзя применить. И наши белорусские предприниматели, которые работали с товаркой, с такой же товаркой, как и мы. Вот у меня есть знакомый, он работал с женским бельем. И он сейчас переквалифицировался, он открыл школу по вокалу, потому что никак он не может это белье продавать. Как он его будет, во-первых, ввозить? Да, непонятно. А компания Фоберлик, а, и ему кроме того, что ввозить, еще нужно платить за сайт, платить там таргетологу, платить там менеджеру и так далее. А как он это будет делать, если ему не повышать цены? Вот, а Фоберлик это настолько крупная и мощная компания, что она может удерживать цену на минуточку, чтобы вы все знали, да. У нас товар в Беларуси намного дешевле, чем если мы смотрим товар в Европе, да, даже если мы смотрим товар в России. У нас, вот многие задают в чате вопрос, да, где наши порошки? Ну, вот, благодаря вот различным законам, в порошки наши уже давно не возятся, потому что стоит ограничение по цене. И Фоберлику, ну, вообще бы в минус приходилось торговать этот порошок, потому что, вы знаете, порошок из Германии, соответственно, у него себестоимость высокая. Соответственно, чтобы из Германии его привезти в Россию, логистика какая, то есть это какое расстояние, да, и, соответственно, проще в Беларуси его не продавать. Но если бы вы купили этот порошок в России, то у нас в Беларуси товар пересчитывается по курсу 29, да, а в России курс у нас, если вы сами пойдете в банк и купите, там сколько на сегодняшний день? 43 российские, да, 100 российских рублей. Там 4,30. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот, поэтому, поэтому здесь совершенно переживать не стоит. Компания Фоберлик, она, у нее, вот поверьте, вот такие крупные компании, у них всегда есть резерв на форс-мажорные ситуации, резерв денежных средств. И сейчас они быстренько сориентируются, перенастроятся, и мы будем продолжать работать, как и работали. Ну, подумаешь, может быть, там, какой-то товар к нам сейчас не придет. Но попозже придет, все поменяется. Если срочно нам нужен этот товар, ну, есть у нас Россия рядом, граница рядом. Если уже срочно кому-то что-то надо, сделаем заказ. Ну, вообще, мы продолжаем работать, продолжаем активно работать, все будет хорошо, вот, 100%. Потому что мы пережили с Фоберликом уже не один кризис, был кризис, я не помню, в 2009 году, да, прям вообще мощный. И когда наш президент компании принял решение, что любым, любым способом мы сохраняем команды, мы сохраняем структуры, потому что люди, это самое важное. Если вы посмотрите выступление нашего президента в Инстаграме, да, на Ютубе, на его канале, он всегда за предпринимателей, он очень человечный. И я вообще очень рада, что я в компании Фоберлик, я горжусь этим, что я в компании Фоберлик, насколько компания Фоберлик сильная и мощная. И ни за что не переживайте, все будет хорошо и по товару будет хорошо. И вот сейчас самое главное, вы сгруппируетесь, да, стресс это самое худшее, да, паника, там, волнение, это самое худшее, что может быть в нынешней ситуации. Сейчас нужно что, просто понять, что все в порядке, мы как работали, так работаем. Пункты выдачи работают, склад работает, поставки идут, все в порядке. Единственное, что каталог будет с неизменными ценами, но будут внутренние акции, будут внутренние акции, поэтому за это тоже не нужно переживать, все будет хорошо. Людям нужен товар, потому что многие производители уйдут с рынка. Как это ни прискорбно, да, но это плюс для нас, потому что люди обратятся к нам. Значит, вот недавно разговаривала с клиенткой, она говорит, какой дорогой шампунь в магазине, какие дорогие лаки, какие дорогие крема. И у меня сейчас стало намного больше клиентов, которые делают заказы прям большие, не только бытовую химию, а и средства для волос, и средства для лица, и для тела, потому что они походили по магазинам. Очень многие ко мне пришли с морякея, прям очень многие, и они прям говорят, там просто неподъемные цены. А если морякея не будет, эта же продукция возится, всякое может быть. Вот, поэтому ни за что не нужно переживать, мы продолжаем работать, и любую ситуацию, в любой ситуации нужно найти плюс. Знаете, когда, я вот уже рассказывала такой пример, если есть волнение, вот, или страх, вот, в животном мире, да, принято там, да, если нападает медведь, ты расстал, я в домике, я ничего не знаю, и вот просто застыл. Вот, если во время кризиса в мире людей никогда не нужно так делать, нужно наоборот продолжать движение, нужно сфокусироваться на своих клиентах, на своих заказах, на своих близких, которым нужно помочь, им нужно всем мыть квартиру, им нужно всем мыть голову, им нужно всем одевать одежду. И у нас всё это есть, и у вас есть сейчас хорошая, прям хорошая возможность заработать. Так что, ничего, не расстраивайтесь, всё хорошо, мы продолжаем работать, и работаем активно. Предприниматель, он всегда действует, он всегда предпринимает, так что, наоборот, сейчас поддержите ваших клиентов, ваших консультантов, скажите им, что ничего, ничего не происходит. Если там в острове чистоты или где-то ещё пропадёт какой-то товар, ты знаешь, что всегда можно к нам прийти. Даже, смотрите, палочки, ватные палочки, что там у нас ещё есть, там, средства для снятия лака, то есть всё, что раньше когда-то ещё мы покупали там в таких магазинах специализированных, сейчас мы покупаем всё здесь. Всё есть фаберлик. На мне одет фаберлик, джинсы фаберлик, бельё фаберлик, всё фаберлик. И я заметила, что меня не пугают цены в магазинах, потому что я туда просто не хожу. Зачем мне пугаться, если я туда не хожу? Как я могу испугаться этих цен? Я всё покупаю здесь, и меня всё устраивает. И даже если эта ситуация как бы спровоцирует приток клиентов к вам, наоборот, порадуйтесь за это, девочки. Всё будет хорошо. Верьте мне, я точно знаю.